Продолжение следует... 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 Вы видите, здесь делается все, чтобы они были вольны, свободны, чтобы они были взаимоплечены. Здесь они могут спокойно задавать любые вопросы, подниматься, входить в систему отношений. Важно сохранить отношения. Здесь очень важно, чтобы ребенок работал на отношения. И тот, кто организует процесс, тоже на отношения. Поэтому мы снимаем тормоза. Тут, видите, нет возраста. Мы вообще понятие как-то возраста стараемся не употреблять. Для нас это очень важно. Вот, обратите внимание, здесь учителя как бы сливаются с учениками. У них задача освоить курс средней школы за эти 10 лет с тем, чтобы потом коллективно преподавать, выходить на всех. Вот, посмотрите, здесь очень важно, что они все живы, они все открыты, включены. Здесь нет, что кто-то сидел, как мумия, замерев. Они живы, живо реагируют. И здесь очень важно не допустить, что они не знают. Вот, если только кто-то из объясняющих будет думать, что они не знают. Вот у него ученики будут не знать. Самое основное вступить с ними в отношения по поводу, скажем, решения задачи. А уже обучение идет как бы само собой. Чтобы не сконцентрировать внимание на обучении, на запоминании. Надо продвигаться к решению задачи. Надо отвлечь их мысли от того, что они учатся. А направить мысли на решение задачи. И тогда они сотрудничают по поводу решения задачи. Они пристают чувствовать, кто из них учник, кто учитель. Они сотрудники. И в процессе решения задачи обретаются необходимые знания. Фактически воспоминания о забытом. Человек знает все. Поэтому очень важно, чтобы то, что делают они, имело бы непосредственное отношение к людям окружающим. То есть они сейчас учатся не для себя. Это тоже очень важно. Они все озадачены тем, что это надо освоить, чтобы передать. Если уж они чему-то учатся, то это учатся в постижении работающего с ним человека. Понимать его душу, его устремления, его мысли. То есть не математика здесь важна, а человек, постигающий математику. И опять же не математика ради самого себя, а движение к истине через нее. А задача необходима человеку. Необходимо мироустройству. Необходимо моей Родине. И чем масштабнее мотив, ради чего, тем успешнее процесс продвижения в области знания. Вот тут атмосфера искренности должна быть. Здесь не должно быть обид, раздражений. То есть снятие напряжения. Здесь не должно быть коррекции. Не так. Слово «не так» вообще отсутствует. Ни в коем случае. Так. А может таким образом очень хорошо. А если вот так посмотрим. То есть дополнение, дополнение. И тогда он в потоке находится, он не чувствует, что он не знает, нет препятствий. Он продвигается очень быстро к цели. Русский не обозначает плохим словом. Вообще древние люди, я думаю, у любых народов не обозначали плохим словом какое-то явление. Нет отрицания другим словом. Да. То есть не хорошее не обозначает. Оно не существует. На нем не надо фиксироваться точно. Вот. И поэтому словесно-ряд тех, кто работает с ними, должен быть очень глубокий. Не должно быть случайных слов, отвлекающих от мыслей. Слова взвешены, согреты чувством. Все это имеет значение. Если все это будет выполнено, тогда задача будет выполнена. Меня зовут Анна. Я приехала из Мурской области, сборная Железногорска. Мне 14 лет. Узнала про школу тоже из фильма. Еще фильм очень старый, 1999 года. Вот. И решила приехать. Недавно совсем? Уже три с половиной года. А после 5 класса тоже получилась? Да. Престой школы. Шесть классов я получила. Как тебе шестой класс? Тоже получилась на мере? Прекция большая? Очень большая. Получилось так, что я приехала и уже за год, шестого класса, за год, получается, я закончила один сыр. Уже вступила на базе в школу. Вот. Что ж тупило? Что ж я не жалко в родном городе? Как быстро выучиться? Сама система образования. Которая была у нас в школе. И, в принципе, сейчас тут и с ней. Вот. Просто изначально я, конечно, приехала сюда просто учиться, да? То есть как в обычную школу. Я просто совершенно не знала, что здесь. Вот. Но со временем я поняла, что на самом деле это важная работа именно на новую систему образования. То есть я уже чувствую себя сотрудником и разработчиком нового чего-то. Ты закончила школу? Да. Два года лет? Да. И дальше? Что? Уступил в университет педагогический. То есть он был уже в полокрах. В какой? В набережной Челнинске. В Челнинске. Да. Вот здесь. Залучил? Залучился? Сейчас выучишься? Да. Вот эти курсы. И правильно? Да. Здесь, ребята, подарюшим. Конечно. Услав. Здравствуйте. Вы сейчас дежурные по крыльцу? Да. А вообще, вы, по-моему, любите математику? Да. И физику. И физику? Да. А все-таки что ближе, математика или физика? Ну, так как наши Энголы разрабатывают физику и физику ближе. Физика ближе, да? А вот вы чувствуете, что есть связь между этими двумя дисциплинами, математикой и физикой? Да, между ними есть связь очень большая. Потому что, как вот в физике, там нужно вычисление математики. Так что физика без математики, это, кстати, одно целое. Физика и математика – это науки, которые смотрят наши мироздания. Наши мироздания – это небольшой кристалл. И вот физика и математика и все институты науки – это и выбирание, что с которым мы смотрим на этот кристалл. Вот скажите, с точки зрения математики я знаю и убеждена в том, что дважды два четыре. А с точки зрения физики? С точки зрения физики дважды два четыре никогда не будет. Потому что, ну, с точки зрения физики, дважды два четыре – это будет при целом 974 тысячных. Потому что, когда вот два одинаковых, ну, два однородных тела, любых, они вот когда соединяются, нужно, чтобы энергия выделялась, а эта энергия выделяет из массы. По закону сохранения массы. Значит, по физике дважды два четыре не будет? Не будет. А что вам кажется до сих пор загадочным в физике? Загадочным физикам, мне кажется, это элементарная частица. Это истинная элементарная частица. Потому что ее настроение еще неизвестно. Поэтому ученые до сих пор не могут рассмотреть. Вот один ученый сказал то, что вот как ученый смотрит на это с логической стороны, вот и мыслит умом своим, то это невозможно. Поэтому, когда он выпустил панат над сердцем, чтобы пустить его дальше, физику. А еще я хочу сказать, чтобы есть у него свойства, чтобы он не учил то, как на биополе, разговаривать с деревьевыми растениями, разговаривать с ними. И это приносит радость? Да, вот и тем людям, которых я определяю Белполе, они так красиво и рады, потому что они знают уже, что они несут другим людям. И когда у вас этот дар открылся? Он у меня открылся с месяца после того, как я не знаю, он шел сюда в центр. Сейчас вам сколько лет в этом году? Наверное, в апреле 15 лет, когда вы с чем уже. Субтитры создавал DimaTorzok